мужики всем привет ну чё продолжаем продолжаем заниматься колесами передние колеса разобрал диски были железные стали алюминиевые так сказать в цвет тем вот учета не хватает да а вот так я думаю нормально для симметрии так сказать в общем уже заказала себе резину из сыфты в кара в краснодарский край доставка почта россии ждем какое-то время следующий вправе почта россии отправляем шины 6 580 на 13 оскор с камерами город сасова 7 на 12 гтк в республику саха якутия село амга этого телом большие потом управляем 6 580 на 13 петлос 6 580 на 13 петлос вот эти вот краснодарский край каналу санек 23 рус на мини трактор малыш это вот эти вот петлосы прислали мне привезли значит резину новую на мой тракторенок сейчас бегу наши на монтаж кидаю на эти диски а потом расскажу где брал почем брал почему остановился именно на ней в общем все нюансы очень подробно поэтому видос будет длинные мужики кому интересно смотрите его до конца кому мужики не интересно ничего особенного резина оденется на диске диски вместе с резиной встанут на трактор все на этом как бы видос закончится не буду тратить ваше драгоценное время потому что постоянно мне говорят много болтаешь много говоришь ни о чем ну ни о чем выход вот здесь вот кнопочка apps на телефоне кнопочка домой мы прощаемся с вами а мужских кому интересно давайте обуваемся и рассказе к мой будет что почем и почему итак мужики успел я наши на монтаж все-таки под самое самое закрытие в общем давайте расскажу ним вкратце что за резина и почему я остановился именно на ней с резину знать заказывал на сайте minitrachter.ru резина мужики это петлас есть еще резина стармакс из этой же серии как посмотрел обзоры на этом сайте точнее на сайте а на канале на youtube канале minitrachter.ru есть канал свой где человек чуть раньше там выкладывал обзоры сравнения этих названий да петлас и стармакс стармакс является дочерней компании петлас поэтому шины можно сказать те же самые что и петла 6 5 8 на 12 только петлас там стармакс цена одинаковая что то что то размер один в один вот почему не взял оску оскадо мужики дешевле дешевле оскар на 10 рублей нет ни на 10000 на 10 просто 10 рублей такая вот железная монетка кто не знает вот одна покрышка стоит четыре с половиной оскар 4 490 но сейчас я оставлю в этом моменте вставочку сегодня у нас покрышки перед вас размер 6 половиной 80 на 13 также не встает на вазовский диск резина по сравнению с оской 6 половиной 8 на 13 чуть чуть ниже примерно на примерно где-то на в общем видели да о чем говорил человек хоть ролик и незаконченный получился у человека но он такой есть вот ее просто тупо скачал дабы показать чем отличается резина петлас стармакс от оске в ролике было прекрасно видно что оскар выше что для меня есть нехорошо если резина больше соответственно скорость увеличивается становится быстрее уменьшается пространство под крыльями вот что тоже есть нехорошо поэтому выбор пал на вот эту резину от луазовской мужики от луазовской резины она по вышине абсолютно ничем не отличается вот один размер просто один размер вот если будет видно на белом фоне специально значит мне не придется переделывать поднимать опять там крылья до увеличивать зазоры все остальное все подойдет вот как как надо в общем мужики сейчас наверно пойду поставлю на трактор у меня в мастерской места нету трактор вообще стоит в теплице пойду сейчас воткну на дворе темно фонарик я взял поставлю на трактор и на раз утра видос продолжу потому что сейчас каша в голове я на радостях просто капец ну бывает такое я думаю с каждым такое бывает потому что сейчас ну все не не упомнить не запомнить что хотел сказать и показать ладно до завтра у вас секунда а у меня 12 часов так ну и что же было дальше всем кстати привет утро следующего дня в общем под накопил я мужики трошечки грошей вот и пошел мониторить сайты что же я могу на эти деньги приобрести так вот мужики когда определился с вышиной профиля начал искать объявления резины такой первым делом сами знаете да это всем известный сайт мужики авито забил название нужный мне радиус понятное дело да вот выдала 16 результатов по этому названию ну и соответственно все по порядочку все по порядку пятачок из нижегородской области следующая идет кировская область цена такая приемлемая да можно посмотреть рассмотреть как вариант ну в каждом объявлении всегда знаете да что есть описание мужики и что мы тут видим тадамс деловые линии ближайшие мужики деловые линии от меня 150 километров в одну сторону туда обратно 300 по пробкам вот как бы не совсем удобно поэтому этот вариантик я исключил ну и дальше пошли ценники сами видите какие знаете да что некоторые самодельщики закупаются по серьезному вот поэтому здесь как бы проблем никаких я ищу самый для меня подходящий дешевый вариант все дальше кончились у нас объявления и вижу цену вот такую друзья ну более менее да такая вот цена подходящая это за штуку смотрим самарская область город цизрань ну еще раз повторюсь мужики в каждом объявлении есть описание первый пунктик тадамс сейчас находимся в Сыфтывкаре помониторил вот этот сайт друзья мини трактор точка руда на каждом сайте есть адрес на любом да контакты тому подобное вот разворачиваем смотрим смотрим Сыфтывкар и даже есть дом и номер дома улица проверить элементарно просто мы живем сейчас пишу вот с первого кадра вот этот запись монитора делаю первый раз в жизни поэтому не знаю что получится показываю могу повторяться могу я не знаю неправильно выражаться но тем не менее есть адрес да что мы делаем копируем его живем в двадцать первом веке поэтому никаких проблем проверить этот адрес существует не существует в общем никаких проблем не составляет да есть программа вот планета земля я пользуюсь есть google карты там яндекс карты просмотр улиц вот так далее там подобное забиваем этот адрес я буду копировать прямо вот вверху вот здесь вот и поиск нажимаем и смотрим где же это находится вот по крайней мере я вот так вот и выбирал эту резину на неделе три искал мониторил цены мужики так есть у нас номер дома вот как бы да все все совпадает панораму давайте глянем глянем панораму пойдем на улицу на эту я так понимаю вот этот дом есть наш адрес чуть-чуть двинемся и немножко увеличим и что мы видим есть объявление которое довольно таки неплохо читается да есть сайт номер телефона я по крайней мере прекрасно вижу двадцатка и четыреста пятьдесят пять на конце смотрим мужики номер совпадает объявление как бы в городе есть да вот сыр ты в каре магазинчик есть кстати стоит авто на котором развозятся мужики диски точнее диски резина частенько это авто друзья мелькает видосов я вам скажу вот он у нас как бы канал да канал youtube канал youtube канал и где-нибудь туда подальше нет нет ну частенечко эта машина мужики мелькала мелькала в видосах вот пожалуйста загруженная резина в нее еще тут понятное дело да вот резина как бы загруженная вот загруженная на отправку то есть нужно было немножечко посидеть помониторить проверить почитать отзывы кстати есть тут куча отзывов но это не самое главное самое главное что вот это вот объявленица есть мужики доставочка почтой россии представляете также можно вот я так думаю и в кредит взять если у кого-то совсем ту а я к чему это говорю но не у всех не у всех есть в деревнях да вот эти вот транспортные компании а если они есть то они находятся на приличном удалении вот а почта россии почтовое отделение есть в каждой деревне поэтому мне кажется это очень удобно вот такие вот дела поэтому выбор пал мужики именно на этот сайт пообщался я с человеком сейчас наверное поставлю запись я вот снимаете видео выкладываю но больше делать для того чтобы для прозрачности покупателю то что мы действительно существуем что у нас все идет ну по белому то есть как-то просто нету обмана никакого поэтому стараюсь выложить в сеть максимум информации дать покупателю ну чтобы просто понимая что деньги люди оплачивают и потом волнуются поэтому я стараюсь сразу вот-вот показать что все шины пошли вот трек номер и что все будет хорошо и конечно всегда на связи с покупателем потому что были такие случаи с почты россии когда шины просто останавливались где-то а по той причине то что отклеилась наклейка и потом они вставали и и люди все сразу за голову хватались оаа больше не получим но это все решается очень быстро довольно там два-три дня и шины двигались то есть я сразу начинаю там трезвонить фотографии слать ну чтобы опять же покупатель был максимально доволен не только товаром но и нашим обслуживанием я честно не раз китай не покупал потому что ко мне здесь на селье покупатели приезжали с китайской резиной у нас здесь магазины тоже продают они показывали еще не установив на мотоблок просто на качап она уже шишками идет эта резина и очень много негативных отзывов есть конечно кто-то покупает китай довольно таки очень хороший но здесь я не знаю как это попасть на хороший китай поэтому китай исключил полностью только турцию индию белошину конечно белорусскую но и наши российские да каждый резине в каждом этом бывает какие-то косяки было и в турецких и в индийских наших российских тоже довольно таки часто рекламации были но это это работа то есть чтобы не было ошибок не было брака стоит вообще не работать то есть это все нормально все это меняется все это делается то есть поставщики никогда не задние не включать не говорят нет там как хочешь таки решай и я никогда то есть мне покупатели обращаются по какой-то причине там было моментально тоже реагирую за замену делаем все это без вопросов пусть даже в мне в убыток идет то есть стараясь всегда делать так чтобы покупатель был максимально доволен и всегда перед тем когда человек у нас покупает шины опять же всегда делаю видеоотчет показываю делаю замеры рассказываю потому что даже в моих случаях когда да да по телефону не надо никаких видео ничего не надо а в итоге потом покупали одни шины то я имел ввиду другие поэтому стараясь максимально дать человеку информации про шины измерить их там ширину высоту чтобы человек понимал что он покупает заранее и очень часто было такое что человек заказывал шины а после моих замеров когда показывал люди просто пропадали уходили потому что это было не то что им надо в общем слышали да ответ продавца общались по средствам голосовой через ватсап так как ответ предназначался мне поэтому я его и обнародую опубликую ничего в этом страшного и ужасного друзья не вижу вот категории шин начиная от восьмого друзья заканчивая вот пятьдесят четвертым в принципе все интересующие вот нас размеры радиусы шин представлены на этом сайте вот я не знаю очень широкий ассортимент вообще шикардос начиная от восьмерки я же говорю и заканчивая там любейшими тринадцать тринадцать вот на момент съемки видоса оскор ценник такой есть ценник оскор вот такой пэтлас вот такой в принципе они вот что оскор что пэтлас одной цены и стармакс это тринадцатый радиус шестнадцатый радиус друзья пожалуйста пятерка на авито я такой цены не находил если честно не находил вот как то так так будем заканчивать с этими как они там называются снимками экрана я не спец конечно в этом но тем не менее пожалуйста тем не менее показал как я искал себе шины ну вот как то так примерно происходил поиск резины все это делалось не быстро мужики но теперь все это будет выглядеть вот так почему решил поменять хотя стоит луазовская резина елка да сейчас покажу а в общем вот она причина это колеса снял и специально их не чистил то есть вот сегодня мороз до 10 градусов завтра это все дело расстанет и превратится в кашу будет такая же петрушка уже надоело тракторок постоянно куда-то выталкивать забивается протектор грязью вот и начинает просто тупо стоять на месте и шлифовать уже как бы поднадоело это эти моменты из-за того что расстояние между протектором протектор больше чем само расстояние между ним и вот этому куску грязи очень трудно на маленькой скорости чтобы он его выкинуло вот выдавило выкинуло нужна как минимум приличная скорость чтоб от центробежной силы он отстегнулся вот здесь я думаю проблем с этим быть не должно протектор намного меньше чем расстояние между ним и вот он неровный как здесь он идет ровный сейчас принесу чистый скат покажу в общем вот что я имею ввиду протектор здесь он такой вот более такой ровный можно сказать нежели вот в этом варианте то есть он сюда и сюда и большому куску грязи будет легче выдавиться и отстегнуться даже от небольшой скорости вот я думаю будет получше ну и соответственно возможно меньше будет буксить вот только поэтому поменял резину вот такие вот дела техника должна помогать все-таки хозяину и облегчать эти моменты и задачи всякие разные а не носить ее на себе я так думаю вот что сказать еще по этим вещам не знаю вчера говорил нет здесь ширина по краю протектора 12 сантиметров вот здесь по краям мужики 14 сантиметров все стало прекрасно замечательно чудесно ничего переделывать мне не нужно вот как-то так мне уже как-то мужики в группе писали в моей зачем тебе диски вот литые да кто тебя будет видеть в огороде ты же не будешь по деревне на нем гонять вопросов нет конечно буду работать в огороде но этот трактор в интернете наблюдает людей в день больше чем я его дома наблюдаю вот как-то так пускай будет так мне мне будет как-то прикольней что ли вот тем более цену я уже говорил да смешную за них эти я не знаю или выставлю на продажу или оставлю если буду продавать буду просить 5 рублей пара можно даже вместе с дисками ну правда за диски придется тоже транспортникам доплачивать они тоже имеют вес вот не знаю еще не решил либо оставлю либо продам значит еще какой момент знаем знаете да люблю поэкспериментировать резина должна быть с камерой об этом говорит вот эта надпись то есть она должна ставиться в паре с камерой но я пошел говорится по пути сложному и попросил наши на монтаже воткнуть ее как без камерку они конечно немножко там повозмущались не должно быть так я говорю давайте ребята обуваем тем более диски я зачищал покрасил резина новая с той стороны никаких там какашулек не было вот все прилегло они проверили конечно дунули с дури они сюда 2 и 2 но я их спустил до единицы можно до 0,8 еще спустить чтобы помягче было в общем поэкспериментирую покатаю ее как без камерку но если что-то не так камера у меня новая есть не составит большого труда съездить и воткнуть камеры так что мужики вот такие вот дела ну на этом в принципе можно видос закончить ссылочки ссылочку оставлю и на youtube на канал и на сайт сайт где брал вот эти покрышки значит в закрепленном мужики комментарии комментарии потому что описание может меняться у меня в любой момент комментарий он остается кому интересно зайдите посмотрите почитайте помониторьте можете пообщаться с человеком человек на связи всегда а я буду тестить проверять ее на цепкость будут видосы загоню ее в резюку посмотрим насколько она забивается справляется не справляется выкидывает грязь из протектора в общем эксперименты продолжаются все скоро увидимся и в